Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. До 4000 человек может возрасти количество зараженных коронавирусом в Казахстане уже в следующем месяце. Главная санитарная врач страны Айжана Исмагомбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала о прогнозах специалистов на ближайшие месяцы. Таким образом, в эти дни Казахстан проходит пиковую стадию пандемии COVID-19. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 2000 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Буквально каждый день этот список пополняется несколькими десятками новых случаев. Цифры действительно пугающие, но все это временно. Нужно лишь терпение. Пик уже совсем скоро пройдет. Остаются считанные дни. Соответственно, уже дальше в Казахстане эта статистика пойдет на спад. А при лучшем раскладе к этому времени в мире уже появятся препараты против вируса COVID-19, считают специалисты. Задача, которая стоит перед нами, это уйти на ежедневный прирост до 5%, затем до 1%. Мы будем говорить о стабилизации или спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией только в том случае, когда у нас не будет регистрироваться местных случаев инфекции, контактных путей передачи, а число заболевших будет выше числа выявленных вновь больных. На сегодня на передовой находятся более 16 тысяч медиков. Именно они задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако уже сейчас более 650 из них заболели сами. Их состояние оценивается как стабильное. К счастью, находящихся в тяжелом состоянии медработников нет. Но к обеспечению средствами индивидуальной защиты местные власти должны подходить с большой ответственностью. Еще раз напомнила главный санврач. Это сейчас одна из главных проблем. Данные проблемы сегодня имеются. Это проблема не только Казахстана. Это проблема всего мира, потому что в условиях эпидемии отмечается рост потребностей средств индивидуальной защиты. Поэтому сегодня наши предприниматели также открывают производство по пошиву средств индивидуальной защиты. Что касается обеспечения СИЗами медицинских работников, то это первая задача, которая стоит перед местными исполнительными органами. Также закуп средств индивидуальной защиты осуществляется СК-формации на основании заявок, которые поступают из медицинских организаций из регионов. Сообщила главный врач и о позитивных новостях. Так, например, уже через считанные дни заканчивается строительство госпиталей для больных с коронавирусом в Алматы и Шимкенте. А карантинный центр в Нур-Султане уже сдали в эксплуатацию. Его построили всего за 15 дней. Во всех лечебницах для пациентов создадут все необходимые условия, заверила Ясма Гамбетова. Азад Жумаханов, телекомпания ЖТСУ, при поддержке службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. К другим темам. Более 35% талакурганских дорог нуждаются в ремонте. Это 67 улиц общей протяженностью в 75 километров. И все они будут отремонтированы. Сотрудники Департамента агентства по противодействию коррупции совместно с активистами и общественниками вышли в рейд проверить качество дорог областного центра. В ходе проверки мониторинговая группа выделила 4 улицы с самым низким качеством дорожного полотна. В свою очередь в управлении дорожного транспорта и автомобильных дорог объяснили это тем, что после таяния снега покрытие портится и образуются ямы и выбоины. Проблему намерены решить уже на следующей неделе. В целом на дорожные работы в Талакургане выделено свыше 5 миллиардов тенге. Будем проводить средний ремонт протяженностью 3,2 километра. В капитальном ремонте нуждается 8 километров дорожного полотна. Работы начнутся на следующей неделе, его закончат до конца августа. Также предусмотрен тротуар и дорожные знаки. По выявленному мониторингу сегодня наглядно было видно, что в некоторых участках дорога является неудовлетворительной после зимнего содержания дорог. После нашего мониторинга сейчас сотрудникам департамента полиции будут составляться административные протоколы. От нашего департамента мы составим свое заключение, свои выводы и направим в Акимат города на исправление всех вот этих участков проблемных наших. Пандемия коронавируса, хоть и выбила из графика почти весь рабочий процесс страны, не затронула деятельность сотрудников сферы благоустройства и озеленения. Соблюдая правила безопасности, сотрудники Талдыкурган-Куркету вносят свои краски в украшения областного центра. Так, в этом году зеленый полок Талдыкургана силами 210 рабочих пополнят 5,5 тысяч деревьев, преимущественно хвойных и лиственных пород. 3,5 тысячи из них высадят в новом коттеджном городке, а город в разных частях уже пестреет весенними цветами. Их высажено 350 тысяч. Предстоит еще высадка клумб летнего сезона. В городе Талдыкурган в этом году на благоустройство города мы начали схождение снега. То есть мы начали сначала чистить орышные системы, после подтепления начали высаживать деревья. И сейчас проводим работы по подготовке высадки цветов. Убираем старый грунт, привозим новый грунт. Дальнейшая работа – это у нас уходные работы. Это тоже немаловажный факт, что уходные работы также будут задействованы столько же человек. Это уходные, это покос травы, есть парки, скверы, полив. Это ежедневная работа, которая требует ежедневного ухода. Полицейская статистика уличной преступности пошла на спад. Однако правонарушения и даже зверские преступления все же имеют место быть. Житель города Текили арестован за нарушение карантина и хулиганства. Поздно ночью в 3 часа 30 минут неизвестный стал разбивать дверь одного из торговых магазинов города. Получив вызов, стражи порядка с помощью камер наблюдения задержали подозреваемого, который в оправдании сослался на плохое настроение после очередной ссоры с подругой. В настоящее время задержанный гражданин 1992 года рождения подворен в изолятор временного содержания. Но это все не идет ни в какое сравнение с происшествием, имевшим место в Талдыкургане. Восьмилетний мальчик подвергся зверскому избиению со стороны своего отчима. От полученных побоев ребенок впал в кому и был госпитализирован. Сообщение об этом поступило в полицию 19 апреля. Врачи поместили малыша в реанимационное отделение. Ему диагностировали ушиб головного мозга, многочисленные ушибы и травматический шок. Со слов соседей, которые и вызвали скорую помощь, на момент избиения ребенка в доме находилась его мама, не принявшая никаких мер для спасения своего дитя из рук злодея. В данное время ребенок вышел из комы. Он уже может говорить, однако ему требуется серьезная реабилитация после пережитого шока. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Извергу грозит до 8 лет тюрьмы. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по ст. 106, ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время установлено подозреваемое лицо 1987 года рождения, который дал признательные показания. Подозреваемый во дворе он в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой материалы уголовного дела будут направлены в суд. 31 уголовное дело возбуждено с начала года по нарушениям законодательства об окружающей среде. Зафиксировано 10 фактов незаконной охоты, 4 случая рубки деревьев, 3 фактов недропользования и 13 рыбалок вне закона. По всем этим случаям ведутся следственные мероприятия. По их завершению дела направят в суд. Об этом рассказали представители департамента полиции Алматинской области. В целом с начала года зафиксировано уже более 300 различных нарушений законодательства об охране окружающей среды. С начала года 304 человек привлечены к административной ответственности. В частности, 13 фактов выявлено за незаконную добычу рыбы, по которым составлены протоколы об административной ответственности по статье 383, часть 1 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. Изъято около трех тонн рыбы, а также орудия преступления в количестве 136 единиц. Среди них свыше 30 единиц огнестрельного оружия. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин